Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости Взглядом всех остальных И заявил, что почему-то Юристы спасут Россию, а вовсе не политики И политикам, видимо, вообще Надо прекращать свою деятельность Русское движение сворачивать А националисты, по большей части Видимо, лишены ума А вот юристы, наверное, ума Где-то приобрели А другой вовсе противопоставил себя Всем остальным, сказав, что 23 года Видимо, он числится 93-го года Непонятно почему Люди занимались сплошной болтовнёй А вот он, замечательный человек Занимался чем-то, видимо, очень серьёзным И сейчас занимается тем, что создаёт Свою новую партию Народовластия И вот он пытается её зарегистрировать И снова будет проводить съезд Ничего по теме конференции Сказано не было Вот этим вторым выступающим Более того, он почему-то начал цитировать Суркова Что вообще взорвало аудиторию Почему? Причём здесь вообще Сурков Если Сурков сказал что-то умное То это какое-то уникальное знание О том, что важны технологии Ну, а мы как будто этого не знаем Что важны технологии Вот, и если даже Суркову Этому человеку с весьма скромным образованием И интеллектуальными способностями Что-то удалось высказать То уж мы-то подобные мысли и высказывания делали давным-давно Не знаю, неужели не хватает аудитории Профессуре, которая выступает перед студентами А вот здесь надо как-то выпендриться Ну, не понравилось тебе, что говорили предшествующие ораторы Можно поддержать то, что понравилось Тех ораторов, которые говорили по существу Если не нравится вообще ничего То можно тихо встать и уйти И больше с собравшимися людьми Никогда не иметь дела, никогда перед ними не выступать Зачем вот это противопоставление Я, честно говоря, не понимаю И многих подобные расколы, конечно, ввергают в грех отчаяния И мы действительно балансируем между отчаянием И очень слабыми надеждами Спасти нашу страну и наш народ от уничтожения Вот появляются такие люди, которые агрессивно вклиниваются в наши дискуссии Не имея представления о всей предшествующей истории Может быть, не прочитав те многочисленные работы Которые публиковались в предшествующие годы и даже десятилетия И начинают выкладывать нечто свое Как что-то такое, чего никто не знает Хотя, в общем-то, повторяют банальности Ну, неужели мы за предшествующие годы ни разу не сказали о том Что субъектами политики являются сейчас не государства А надгосударственные структуры, олигархи Которые уже не имеют определенной базы Там где-то в Израиле, или в США, или в Европе Да мы сто раз уже об этом говорили Что не государства являются противниками России А те структуры, которые находятся повсюду В том числе и в самой России И поэтому, например, статья Уголовного кодекса О государственной измене перестала действовать Потому что не работают вот эти шпионы, подрывные силы На какое-либо конкретное государство Они работают на закулисные структуры На какие-то корпорации Поэтому повторять эти вещи можно Но не открывая велосипеды Или не открывая Америку для всех собравшихся Можно эту мысль подать Даже если неизвестно о том, что она не высказывалась другими Можно подать в какой-то форме продолжающей мысли других выступающих То есть конференция проводится именно для того, чтобы происходила консолидация Интеграция интеллекта, а не противопоставление Из четырех выступивших докторов наук К сожалению, двое По крайней мере не интегрировали предшествующие выступления Какие-то мысли А постарались как-то отделиться И от аудитории, и от других докладчиков А, скажем, ведущие, напротив Постарались эти выступления Как-то смягчить недовольство аудитории этими выступлениями И предложить тем, кто высказывал какие-то критические замечания Включиться в ту работу, о которой мы и говорили Ради которой мы и проводили конференцию Прежде всего, структурирование интеллекта По крайней мере в две группы Одна группа, которая должна разрабатывать Программные документы уже не идеологического свойства А вполне конкретные В том числе и правовые документы Законопроекты или проекты законотворческих работ И другая группа, которая будет формировать Русское национальное представительство Русский список, который должен быть вынесен В период выборов Как альтернатива всем остальным спискам Которые, в общем-то, морочат голову людям И выдвигаются на выборы только для того Чтобы обеспечить явку вот этой воровской группировки Которая огласит результаты выборов Явно сфальсифицированы, они уже заранее запланированы Как сфальсифицированы Поэтому нам нет никакого смысла участвовать в этих выборах Выдвигая свой список через какую-то легализованную партию Все эти партии тянут одеяло на себя И, по всей видимости, не найдется ни одной из них Которая действительно будет отражать интересы русского народа И способна будет хотя бы выйти на предвыборную дистанцию И хотя бы выразить русские национальные интересы в каких-то дискуссиях Очень сомнительно, что такая партия появится И лучше и не искать Если бы она была, она была бы уже рядом с нами И уже бы предлагала нам какие-то свои сценарии поведения в ближайшее время Но таких партий нет и, по всей видимости, не появится Поэтому русский национальный фронт предлагает выдвинуть русский список Еще раз повторяю, как альтернативу всем остальным спискам Которые будут морочить людям головы Да, среди людей, которые выдвинутся, может быть, по этим спискам будут вполне приличные И среди одномандатников Но в целом получается, что нас хотят еще раз обмануть И опять воспроизвести прежний парламент Который не представляет никого, кроме так называемых парламентских партий То есть партии власти, захватившей политический олимп И имитирующих народное представительство Не представляющих население России А русский список должен представлять русские национальные интересы Скажем, 400 человек, в которых мы должны указать Самые минимальные данные Ну там, скажем, год рождения Профессиональная квалификация Область деятельности Буквально в одну строчку Фамилия, имя, отчество И в одну строчку какие-то данные Вот собрать такой список для нас является задачей Ближайших, скажем, двух месяцев А затем провести широкое обсуждение Оповещение людей, что есть такой список И он является альтернативой И те, кто его поддерживает Не должны поддерживать никакой список И не должны вообще участвовать в этих квалифицированных выборах И заниматься активным бойкотом Проводить митинги, шествия, пикеты Против фальсифицированных выборов Заведомо фальсифицированных Поскольку приоритет участия в них Отдается тем партиям Которые, конечно, являются предателями интересов народа Их за многие годы Не сделали ничего полезного Нанесли колоссальный вред Российской государственности И интересам русского большинства Один из пороков Русской национальной конференции Это неподготовленность выступлений Я обладаю огромным опытом Публичной деятельности И выступал многократно И на митингах, и на конференциях Но не бывает такого, чтобы я не готовился К какому-либо выступлению Да, теоретически Я могу выступить через пять минут После того, как мне объявят тему Но все-таки Из уважения к аудитории К задачам, которые стоят перед русским движением Я готовлюсь каждый раз Чтобы мне выступить с 10-минутным выступлением На конференции Мне надо потратить Ну, минимум два часа Для того, чтобы обдумать, что сказать И еще я хожу, думаю о том Как я, какие будут фразы вставлять О чем вообще буду говорить Изменяю направление своей мысли Перестраиваю это выступление То есть готовлюсь Я удивляюсь, когда выходят на трибуну Без конспекта Без осмысленной Какой-то идеи И начинают говорить обо всем Вот меня это просто поражает И я удивляюсь этим Бессмысленным и беспощадным Для аудитории выступлением То есть это действительно Видимо, человек считает Что все присутствующие Ну, такие дураки Что им можно говорить Все, что угодно С листа Ну, все-таки это конференция На нее собираются люди Которые уже многие годы И слушают разные Если сами не выступают То хотя бы слушают выступление Они уже в курсе Многих вопросов И пересказывать им Политический букварь Ну, это просто как-то Странно, стыдно Надо высказывать Какие-то новые мысли Или затверждать Старые мысли В каких-то новых высказываниях Выражениях В сопоставлениях С нынешней ситуацией И это встречается очень редко Люди не готовятся Но мало того, что они не готовятся Они не поддерживают Предыдущих ораторов Не интегрируют Вот ту самую мысль Которая должна стать Итогом всей конференции Я уже не говорю Про оскорбление аудитории Противопоставление себя аудитории Это совершенно бессмысленное дело Это проявление Как минимум Технической неподготовленности Если аудитория Чем-то недовольна То ее надо стараться убедить А не начинать ее дальше оскорблять И начинать с ней Полемизировать И спорить Как можно спорить Одному человеку С целой аудиторией Сто человек Это совершенно непонятно По крайней мере Это выглядит как глупость И наконец Самопиар Вот это тоже выглядит Ну как Крайне непорядочное выступление Когда приглашают людей На конференцию По одной теме А выступление идет Совершенно по другой И оказывается Что целью выступления Является пропаганда Своей собственной партии О которой никто ничего не знал И якобы эта партия Как раз решает все вопросы Которые вот мы Те кто входят в русское движение Оказывается Никогда и не решали Никогда этим не занимались Но когда предметно Смотришь на высказанные тезисы Или где-то опубликованные Всегда оказывается Что это Худшее повторение Уже давно пройденного Худшее То есть Нелепые фразы Нелепые мысли Каша в голове У тех кто писал Не надо себя противопоставлять Все мысли Уже давно высказаны Все политические теории Уже разработаны Более того Все документы Уже разработаны По каждому из направлений По каждому Буквально Что ни возьми По каждому направлению Есть уже Вполне подготовленный документ С которым надо работать Когда люди начинают Снова Изобретать велосипед И открывать Америку Это выглядит Нелепо Оскорбительно Глупо И для человека Обладающего Высоким научным статусом Это просто Свидетельство Какой-то дисквалификации Ну я не знаю Профессор Который написал Замечательную книжку Которую я не так давно Читал Книжку Посвященную Вопросам Сложным Вопросам Вероисповедания Каким-то Сакральным смыслом Скрытым В священных текстах Блестящая книжка И вдруг Выступление Ну совершенно В разрез Как будто бы Человек Откатился На четверть века Назад И вот Такой Что грубо называется Совком Такое существо Выползает На сцену И Городит Просто Нелепицу За нелепицей И еще Бросает упреки Всем присутствующим Не зная их Не будучи С ними знакомым Это же Просто Выглядит странно Я Конечно Это может быть Ошибка Однократная ошибка Человек Разнервничался Там сидел Долго ждал Своего выступления Наконец Выскочил на трибуну И что-то нелепое Стал говорить Ему сделали замечание Он стал Отбрехиваться И говорить еще Большую нелепость Ну Наверное Ему надо Где-то Повариться В какой-то Другой Аудитории Немножко Успокоиться Запомнить Что так Выступать Не надо Я намеренно Не называю Фамилии Потому что Надеюсь Что люди Люди Такого Склада Все-таки Я надеюсь Я не опустил руки Надеюсь Что все-таки Эти люди Как-то будут Приобщены К русскому движению Все-таки Их интеллект Не нулевое Их достижение В области Интеллектуального Творчества Не нулевое Ну да Когда человек С трибуны Начинает кричать А как вы Определите русского Вы что Носы снова будете Мерить Какие носы Кто когда Мерил носы Для того Чтобы определить Русскость Вопрос этот уже Сто раз обсужденный Давным-давно решен Если вам нужно Для определения Русскости Мерить носы Ну так Сами этим и занимайтесь Зачем бросать Такие гнусные Упреки В аудиторию Кто и когда Мерил носы Для определения Национальности Это россказни Про гитлеровскую Германию Есть Не мерили там носы Не мерили Там по самоопределению Определялись И по родству Кто является Действительно немцем И кто является Не немцем Ну ними Да Там занимались Антропологией Значительно больше Чем в каких-то Других государствах И вот эти вот Бредни Ну действительно Совкового уровня Ну я просто Не понимаю Как человек Вот может дойти Человек с докторской Степенью Дойти до Такого Шизофренического Бреда Много Много всякого Абсурда Было Вот в тех Выступлениях Которые Ну видимо Как-то заостряли Какие-то давно Обдуманные Мысли На том Чтобы как-то Ущемить Вот тех Кто выступал И присутствовал На конференции Было сказано Что Российская империя Оказывается Находилась Колониальной Зависимости Сначала От Германии Потом Вступив в союз Франции Англии От них Это полная Чепуха Ну полная Чепуха Потому что Немцы всегда Служили В Российской империи Были очень хорошими Чиновниками Хорошими солдатами Управляли войсками Но они Не находились В заговоре Против России Находясь На службе В России Нет Такого не было Мы не знаем Фактов Перехода немцев На сторону На другую сторону В Первой мировой войне И после Мы не знаем Чтобы немцы Соучаствовали В разгроме Всех управляющих Элементов Нашей армии Немцы Служащие Россией Это были Патриоты России Мы знаем Другие Национальности Которые Действительно И не хотели Воевать За Россию И осуществляли Мятежи Внутри России И занимались Предательством Когда Получили в руки Оружие Вот за немцев Такое не скажешь И чтобы Россия находилась В зависимости От Германии Накануне войны Как можно Такие вещи Говорить Я не понимаю Как можно Говорить Что в процессе Войны Россия Оказалась в колониальной Про эту историю Очень подробно Про 400 миллионов долларов Которые правительство Касьянова Заплатило Франции Но Что толку Обсуждать Сейчас Это достаточно Сложные вопросы Требующие Отдельного Обсуждения Но считать Что эти долги Сохранившиеся С тех времен Являются Свидетельством Колониальной Зависимости От Франции Во время войны Но это Полная Нелепость Полная Нелепость Да Были Подрывные Силы Но на то Они были Тайнами Что они Не могли Быть явными Не могло Быть Заговора Который Опубликовал Себя Заговора Этих Масонских Лож И английских Клубов Этот заговор Охватывал Очень узкую Группу Людей Несколько Генералов Все Этот заговор Был успешен Но он Совершенно Не говорит О том Что Российская Империя Находилась В колониальной Зависимости Да Здесь действовали Подрывные Силы Это был Период Достаточно Наивный Для Нашего Государства Потому что Не было Практически Никакой Охраны Никакой Деятельности Спецслужб По выявлению Предательства И так далее Цари Ходили Фактически Без охраны То есть Охрана Была Скорее Парадными Частями Которые Сопровождали Государя Не более того Как таковой Охраны Не было Потому что Не от кого Было Защищать И даже Когда Вот эти Отдельные Персонажи Психопатические Которые Ошуществляли Заговоры Пытались Убить Русских Царей В 19 Веке Это не означало Что после Этого Начинался Какой-то Период Шизофрении Который Хоть В какой-то Мере Сравним С теми Мерами Безопасности Которыми Ограждают Себя Нынешние Правители Скажем Нынешний Президент Вообще Там Целая История С географией Когда В другую Страну Привозят Своё Собственное Оборудование Питание Поваров Охрану И так далее То есть Это Пересек Знаете Было Такое Большое Посольство Петра Первого В Европу Вот это Целое Большое Посольство Переезжает При каждом Визите Такого Не было Начиная С Петра Который Просто Взял И поехал Как Частное Лицо В Европу И там Обучался Всяким Ремеслам И наукам И так же Было И в последующие Годы Да Конечно Охрана Дворца Осуществлялась Но если Царь Выходил К народу Там Не было Вот этого Безумия Если царь Вышел На прогулку В Санкт-Петербурге То он С небольшой Свитой Идет А не с Каким-то Коррой Охраны Не было Такого Вот И заговоры Поэтому Не раскрывались Они умирали Сами Или Вот эти Вспышки Народовольческие Они подавлялись Очень гуманно Обошлись С декабристами Всего 5 человек Из 40 Приговоренных К смерти Повесили Остальные Некоторое время Провели на каторге Практически В кандалах Не были И очень быстро Были освобождены И даже им Были предоставлены Возможности Государственной службы Очень гуманный Был Политический Режим Российской Империи Никакой Зависимости Ни от Англии Ни от Франции Ни от Германии Тем более Уже Ни накануне Ни в период войны Не было Да и сама Германия Объединилась Ну совсем Вот Пару десятков лет Три десятка Четыре десятка лет До Первой мировой войны Когда Какая могла Сформироваться Колониальная зависимость В период От Бисмарка До Вильгельма Второго Никакой не могло быть Как и в последующие годы Я удивляюсь Высказанным Подобным Высказыванием Которые Конечно Являются Профанными И исходят от людей Которые вопросом Не владеют Не владеют Они владеют Хорошо другими вопросами Поэтому мы их Приглашаем Сотрудничество В этих вопросах А не в тех В которых Они не разбираются Да Это Деструкторы Деструкторы Которые Не позволили Нам эффективно Провести конференцию Более того Весь Конец конференции Был смят И Получилось Что В конце Мы даже не успели Огласить Проект резолюции Хотя бы В нескольких Репликах Его Обсудить Поэтому мы Опубликуем Эту резолюцию В качестве Такого Итогового Меморандума Где Говорится О По крайней мере Трех ключевых Задачах Это создание Структур Подобных Парламенту Русского парламента Ну знаете Бывают Какие-то Мельмиджлисы Какие-то Структуры Которые создаются Этническими Группами Противопоставляющими Себя России В целом Мы же должны Создать Русский Протопарламент Который Наоборот Сплотит русских В борьбе За Россию За будущую Россию За русскую Россию А иной быть И не может Вторая задача Это создать Протоправительство Это Комитет По национализации Это первая задача И вообще Видится Есть специальная Разработка Я о ней расскажу В последующих Передачах О том Как должна Работать Правительственная Структура В переходный период Отраслевой Подход К управлению Не проходит Он должен быть Заменен целевым И все Правительственные Структуры Должны быть целевыми Комитетами Которые Решают Конкретный Вопрос В течение Двух-трех лет В условиях Национальной Диктатуры Которая Разрешает Вправляет Все суставы Вывихнутые Предшествующим Режимом И Одним Из таких Ключевых Структурных Элементов Должен быть Комитет По Национализации Который Должен Определить И опубликовать Принципы Национализации Отъема Собственности У олигархи Олигархи могут быть Разного масштаба Местного масштаба Тоже криминальные Структуры могут Формировать Совместно с чиновниками Олигархическое управление На местном уровне Критерии Затем В списке Тех предприятий Которые должны Быть национализированы Узнать Кто Является Конечным Бенефициаром Мы Не в состоянии Но это надо будет Расследовать Потому что Этот комитет Должен будет Заниматься Также и Преследованием Лиц Присвоивших Национальное Достояние И изъятием У них Не только Тех предприятий Которыми Завладели Но и Тими богатствами Которые В результате Были ими Получены В результате Варварской Эксплуатации Вот этой части Национального Достояния В критериях Естественно Должно быть Определение Тех Кто не Прикосновенен Для национализации А это Производители Необходимых Для жизни Государства И жизни Народа Товаров И услуг Здесь должны Быть выданы Охранные Грамоты Вот это Не должно быть Ни одно предприятие Не должно остановиться В результате Национализации Вот задачи Такого комитета А это значит Что работа Должна Идти Здесь Специалистов Знающих Ситуацию В отдельных Отраслях И вот Все эти знания Должны соединиться В общие Принципы И списки Первоочередных Предприятий Которые должны Быть Предприятий Скажем Всей банковской Системы Как должна Происходить Национализация Все это Должно быть Расписано Для того Чтобы В тот момент Когда крах Ныне действующего Режима произойдет А в этом Нет сомнения Эти люди Уже не могут Управлять государством В этот момент Перенять И Перенять власть На себя И уже готовые Рецепты Уже обсужденные Уже в рамках Сплоченной команды Выдать на гора Запустить В действие И привести Страну в чувство В самые короткие сроки Вот Это Является Главным итогом Конференции И Мы приглашаем К Сотворчеству Тех людей Которые Действительно Считают Что они Разбираются Что они Знают Вопрос И Третий Компонент Это Местное Самоуправление Разработан Кириллом Мямлиным И рядом Его Сподвижников Очень подробный Проект Как создавать Структурировать Местное Самоуправление Уже Сейчас Можно было бы Это делать Нынешняя Власть Местное Самоуправление Территориальное Самоуправление Всячески Уничтожает Всячески Подрывает Возможности На конференции Были Представлены Некоторые Проекты Относительно Успешные И Рассказано О тех Проблемах С которыми Активисты Местного Самоуправления Сталкиваются Но действительно Без местного Самоуправления Мы не соберем Учредительный Земский Собор Который Действительно Утвердит Те основы Нашей жизни Те основные Законы Которые Исходят Из Нашего Исторического Опыта И из печального Опыта Последних Десятилетий Местное Самоуправление Должно Быть В течение Переходного Периода Чрезвычайного Положения Или Другими словами Национальной Диктатуры Поднято На такую Высоту Чтобы Охватывало Всех Граждан В городах Начиная От Подъезда Окончая Муниципальным Самоуправлением И В сельских Поселениях То же самое То есть Такой Полесный Подход Где живут Люди Там и должно Быть местное Самоуправление Что касается Сельхозугодий Территорий И так далее Все это должно Конечно Управляться Не Какими-то там Чиновниками Непонятно Откуда Взявшимися А тем более Избранными Непонятно С какой Стать И это не должно Быть территориями Кормления Потому что У нас Очень удобно У нас регион Регион В котором Есть нефтяные Скважины Замечательно Живет регион И хватает И на разграбление И местной И мировой олигархии И даже местный Бюджет И есть чем наполнить Но Это не годится Это несправедливо Этот подход Должен быть уничтожен Конечно Самоуправление Существует Только там Где живут люди Все остальные территории Государственные Под государственным Управлением Или патронажем Если там действуют Какие-то Предпринимательские Структуры То Там кормятся На доходах От Скажем Полезных Ископаемых Не местное Чиновничество И не местное Варью А Это Достояние Всей их Нации И поэтому Управление Идет Государственным Образом Конечно Там есть Чиновники Которые Контролируют Определенные Территории Но они Должны Непосредственно Подчиняться Главе Государства И от его Имени Там Насаждать Общий Закон Вкладываться В создание Общей Инфраструктуры И контролировать Деятельность Местных Чиновников Там Функции То очень Ограничены Все Примерно Так Было В Российской Империи Все Было Устроено Разумно А сейчас Безумно Вот это Федеративное Устройство Создало Кошмарный По численности По Непрофессионализму И чудовищным Преступлениям Государственный Аппарат На местах Регионального Уровня Но это Не государственный Аппарат Это аппарат По расчленению Нашей страны На отдельный Удел Я несколько Ушел в сторону О задачах Которые Были Поставлены В выступлениях На конференции И которые Обсуждались В штабе Русского Национального Фронта Теми организациями Которые В него Входят И наша Партия Великая Россия Тоже Участвует В формировании Всех Этих Структур Мы призываем Тех Кто Заинтересован В этом Деле Кто Понимает Что нам Главное Не размахивать Флагами На улицах А взять Власть И использовать Ее На пользу Русскому Народу К Совместным Действиям Совместной Работе Интеллектуальной Сложной Работе И даже Тех Кто попытался Себя Противопоставить Аудитории Мы тоже Приглашаем Да Мы Какую-то Обиду На них Имеем Они Наверное Какую-то Обиду На нас Имеют Но Мы должны Быть Выше Всех Этих Обид Мы должны Приступить К конкретной Работе Эти люди Как раз И призывали Давайте Конкретно Работать Давайте Мы занимаемся Этим Беспрерывно Результатов От Разговоров Очень многих Людей Мы не видим А Те Кто действует И рискует Своей жизнью Своим здоровьем И свободой Участвуем в политике Они не должны Быть оценены Как Люди Бесполезны Они как раз Очень полезны Потому что Русская национальная Идея Без публичности Никак не может Вызреть Ни в коем случае Если какая-то Кучка интеллектуалов Что-то замечательное Придумает Это вовсе Не означает Что это Все замечательное Войдет В мозги И в души людей Для того Чтобы это было И нужно Политическое действие Публичная активность Публицистика И Уличные акции И Многочисленные конференции Где идет Трансляция Русской идеи Из одной головы В другую Где все это Обдумывается И вызревает Как Общее представление О жизни И о судьбе Нашего народа Я призываю Людей Тех Кто приходит На конференции Или кто будет Смотреть Трансляции Этой конференции К тому Чтобы они Как-то пытались Соображать В этом направлении А не в том Что нравится Мне не нравится Из 10 выступлений Мне одно не понравилось Ну все Тогда Значит Я вообще Всех остальных Тоже презираю Не уважаю Не уважаю На эти конференции Плевать хотел Это деструктивная Деятельность Деструктивная Позиция Она не должна быть Ни у выступающих Ни у участников Конференции Ни у тех Кто просматривает Вот те материалы Которые есть Так уж получилось Да Конференция прошла Неудачно С той точки зрения Что Не все Пришедшие На конференцию И Рискнувшие Взявшие на себя Ответственность Выступать с трибуны Действительно Хотели создать Какой-то Общий интеллектуальный Продукт И направить людей На какое-то Совместное творчество У этих людей Оказались Какие-то Обособленные Свои собственные Задачи Они использовали Конференцию Только чтобы Декларировать Вот эту свою Отделенность И наличие Каких-то Иных проектов О которых мы Ничего не знаем В русском движении А раз не знаем Значит их и не было Как социально Значимых явлений Это значит Это деятельность Какой-то узкой группы Лиц Или индивидуальная Деятельность Но она не включена В деятельность Всех русских людей Для этого мы Проводим Русские национальные Конференции Чтобы каждый Сказал о своем И подумал о том И обсудил Это Как свои Интеллектуальные Достижения Свои проекты Вложить в общее дело Давайте вкладываться В общее дело И тогда Наступит в России И благоденствие И русская власть Придет Вот текст Заключительного Меморандума Русской национальной Конференции Которая прошла 10 февраля 2016 года Первая ситуация В стране Развивается По катастрофическому Сценарию Действия власти Не отвечают Национальным интересам Правительство Обслуживает интерес Олигархической Группировки И состоит из Некомпетентных лиц Антикризисные планы Правительства Абсурдны И не остановят Происходящие Катастрофы В связи с этим Задача национальных Патриотов Состоит в консолидации Всех Дееспособных сил Общества Вокруг программы Срочных мер Разработка Которая В значительной Мере Завершена Работа Над соответствующими Проектами Будет продолжена В рамках Русского национального Фронта И постоянно действующего Совещания Национально-патриотических Сил России И входящих В них Организаций Для подготовки К реализации Этих Проектов Будет создан Комитет По национализации И другие структуры Которые будут Способны Сменить Недееспособное Правительство И оперативно Ввести в действие Антикризисные Меры Второе Народное Представительство В Российской Федерации Фальсифицировано И назначенные На сентябрь 2016 Года Выборы Вновь запланированы Как акт Фальсификации Правящая партия В лице Так называемых Парламентских Партий В нашей стране Демонстрируя Крайнюю Недееспособность Задача Национально-патриотических Сил на грядущих Выборах Состоит в том Чтобы активно Байкотировать Парламентские Выборы И поддерживать Единомышленников На местных Выборах Для реализации Мер активного Байкота Планируется Выдвинуть Русский список Внепартийный Состав Русского Парламента Поддержка Которого Должна Автоматически Означать Отказ От участия В официальных Выборах Третье Ельцинская Конституция Была объявлена Действующей Безосновательно Созданные На ее основе Органы власти Не могут считаться Легитимными Кроме того Сами эти органы И система власти В целом Цинично Игнорируют Те нормы Которые Навязываются Всем остальным Гражданам В связи с этим Необходимо Консолидировать Имеющиеся В национально-патриотических Организациях Конституционные Разработки Выдвинуть проект Новой Конституции И добиваться Референдума По ее принятию Четвертое Действия Захвативших Власть сил Привели К подрыву Всех систем Повседневного Жизнеобеспечения Граждан Современные Технические Методы управления Позволяют Оперативно Ввести в действие Инструменты Объединения Граждан На местах И создание Структур Самоуправления Отнимающих У чиновников Повсеместно Пренебрегающих Профессиональным Долгом Задачи Восстановление Жизнеобеспечения Мы обращаемся К национально Ориентированным Ученым И всем Гражданам Страны Кому Не безразлична Судьба России Принять активное Участие В разработке Упомянутых Программ В создании Политических Условий Для их Реализации Тема Следующей Национальной Конференции Катастрофа Текущей Финансово-Ростовщической Модели Финансовая Система Будущей России Приглашаем Специалистов В этой области Необходимые Для будущего Нашей страны Разработки К тому Чтобы принять Участие В этой конференции Либо в качестве Слушателей Либо в качестве Докладчиков Если доклады Соответственно Будут подготовлены И представлены В штаб Русского национального Фронта Я надеюсь Что неудача Прошедшей конференции Многому научит И тех Кто организовывал Эту конференцию В том числе И я был Одним из Организаторов И научит тех Кто Пытается Высказывать Свои мысли И пытается Воздействовать На умы Русских людей Мы должны Консолидировать Свою интеллектуальную Деятельность А не Разрывать Аудиторию Противоположными Суждениями Противоположными Ценностными Ориентирами Мы должны Искать Соприкосновения И сотворчества А не Противопоставления Не расчленения На интеллектуальные Группочки Которые будут Поливать друг друга Грязью Я конечно Не собираюсь Иметь в виду Тех людей Которые превратились В таких Развязных Блогеров И пишут Бог знает что Может в прошлом Писали какие-то Приемлемые тексты А сейчас Занимаются Только Зарабатыванием Себе На жизнь В поисках Какого-нибудь Хозяина Который Приплатил бы За очередной Поток Гнусностей Людей Которые набили Руку Вот в этих Гнусностях В этих Оскорбительных Формулировках И псевдо Интеллектуальных Текстах Которые они Публикуют в интернете Этих людей Я не имею в виду Я имею в виду Только профессионалов Профессионал К сожалению Не может охватить Своим интеллектом Все вопросы Да Я не могу Высказываться По экономическим Вопросам Настолько Насколько Хотел бы Потому что Недостаточно Компетентен В них Я не могу Обсуждать Вопросы Местного Самоуправления Потому что Я имею По этому поводу Знания весьма Ограниченные Но есть вещи Которые я знаю Очень хорошо И когда мне Начинают впаривать Профаны Какую-то глупость Ну я С профанами Просто прерываю Всяческие отношения Ну а вот С людьми Которые Обладают Интеллектуальным Потенциалом Я все-таки Хотел бы найти Общие точки Соприкосновения Чтобы они Дополнили То что Не знаю я В тех Документах Которые мы Готовили И будем готовить В рамках Русского Национального фронта В рамках Русского движения Я призываю К сотрудничеству А не к Интеллектуальной Склоке Не к противопоставлению Одних интеллектуалов Другими У нас Общее русское дело Общее стремление К тому Чтобы Россия Вернула себе Процветание Вернула себе Роль в мировых делах Уничтожила Всех предателей Изменников И воров И построила Процветающее Расцветающее Общество Которое продолжает Ту историческую Россию Которую Мы как дети Своих предков Обязаны Любить И искать В нашем прошлом То что является Основой нашей жизни В сегодняшнем дне Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова